МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серия смертельных ДТП в Югре. Уголовное дело против девушки, которая ударила ножом бывшего мужа и сделала селфи с ним, а также изъятие крупной партии наркотиков в Сургуте. Здравствуйте! В эфире новый выпуск программы «Что произошло?». В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых заметных и резонансных ЧП. А в нашем городе Югре, в студии Дмитрий Круковец, мы начинаем. Два человека погибли на трассе Сургут-Нефтьюганск в воскресенье. Страшная авария произошла 16 декабря днем на Сингапайской развилке. Столкнулись Лада Приора и фура Рено. Из четырех человек, находившихся в легковом автомобиле, двое скончались на месте от полученных травм. Еще двое пострадавших госпитализированы в Нефтьюганску окружную больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По сообщению одного из городских пабликов, за день до автокатастрофы водителю Приоры и инспектору ГИБДД выписали штраф за превышение скорости. Ведется следствие. В массовом ДТП на Югорской улице пострадал человек. Авария произошла в понедельник 17 числа около половины девятого утра. Девушка-водитель одной из иномарок выезжала налево из двора на главную дорогу. Уступили легковушке, по всей видимости, не все участники дорожного движения. Произошло столкновение, в котором повреждения получили четыре машины, в том числе и автобус 52 маршрута. В него врезался Хюндай. Водителю корейской иномарки потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства устанавливаются. Отсюда ее, она выехала. Она говорит, ее пропускали. Она выехала, ее Хюндайка бьет, отлетает, бьет эту и догоняет меня. Ну, девчонка есть девчонка, нажала на тормоза и держала до упора. У вас в автобусе люди были, пассажиры были? Были. Человек 15. Все сидели по местам. Никто не пострадал. В первую очередь, я поинтересовал. Три человека погибли в страшной аварии в Югре. В пятницу, 14 декабря, около 9 вечера, на втором километре дороги Ханты-Мансиск-Горноправдинск. ГАЗ выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Хюндай Солярисом. Два пассажира иномарки погибли на месте. Водитель седана скончался по дороге в больницу. Еще один человек госпитализирован с различными травмами. По факту катастрофы ведется следствие. За селфи и ножевое в тюрьму. Девушка, сделавшая фотографию на фоне раненого молодого человека, предстанет перед судом. Следователи, полицейские и сотрудники прокуратуры установили, что женщина повздорила с бывшим мужем. Во время конфликта она схватила нож и ударила им парня в грудную клетку. После девушка сделала селфи на фоне истекающего кровью мужчины. Снимок она отправила своим знакомым. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Как сообщает портал Югра Ньюз, из-за травмы у молодого человека полностью не функционирует левая рука. Не исключена дальнейшая ампутация пальцев. Сейчас уголовное дело передано в суд. Обвиняемый грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Крупную партию гашиша изъяли у рецидивиста. Жители Алентора осудили за сбыт наркотиков. Установлено, что в течение почти двух лет мужчина продавал запрещенные вещества на территории Сургутского района. В апреле 2017 его задержали. При себе у дилера было больше 150 граммов наркотиков. Во время обыска дома у мужчины нашли еще 70 граммов гашиша и 200 тысяч рублей. Установлено, что житель Сургутского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет неснятую и непогашенную в установленном законном порядке судимость за аналогичные преступления. С учетом личности подсудимого и тяжести совершенное преступление с Сургутским районным судом назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в виде 250 тысяч рублей. Полицейские Сургута задержали мигранта, который собирался распространять наркотики. Возле одного из домов на улице Ивана Захарова правоохранители остановили 18-летнего молодого человека. При личном досмотре в кармане куртки у него обнаружили пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета. Находку изъяли. Экспертиза показала, что это так называемая соль массой более 440 граммов. Установлено, что зелье парень собирался сбывать через стынники закладки. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вместо ипотеки мошенничества жительница сельского поселения Ультьягун Сургутского района обратилась в полицию с заявлением об обмане. Она рассказала, что решила приобрести квартиру. Обратилась для оформления ипотеки в банк. Но из-за того, что кредитная история у женщины плохая, в выдаче кредита ей отказали. Потерпевшая руки не опустила. Решила воспользоваться услугами сайта, на котором обещалась помощь в одобрении ипотеки даже для тех, у кого история с займами испорчена. Заявительница оставила на портале онлайн заявку. Через несколько минут ей перезвонил якобы представитель одного из банков и предложил кредит на выгодных условиях. Однако для получения денег необходимо было сделать страховку, затем оплатить курьеры и услуги по оформлению документов. В итоге женщина перевела мошенникам 342 тысячи рублей. И только после того, когда мошенники перестали выходить на связь, а сайт заблокировали, жительница Ульт-Ягуна поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте, публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Курковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»